всем доброго времени суток уважаемые и все как сразу же поняли речь пройдет о муха вязание образно так можно выразиться и давненько эти видео не снимал и меня люди подписчики моего канала попросили снять определенное видео эти люди живут на алтая они даже приглашали меня к себе в гости отдохнуть абсолютно бесплатно на их ней базе по моему на берегу реки катун если мне память не аж не изменяет и вот написали мне тут перед новым годом еще письмецу сказали саня горит продолжение в силе грит приезжать на в гости грит и вот скинули фотографии определенных вот таких вот мужик как бы вот надо бы как бы показать что как бы их связать но получилось как перед самым этим новым годом у меня тут крякнул компьютер мой мощный до новый компьютер слетела грубо говоря винда и пока это все переустанавливал кое-какие моменты у меня потерялись пока я это восстановил пока я смог обрабатывать фильмы но лучше поздно чем никогда принципе сейчас мы попытаемся вместе с вами уважаемая связать и повторить такую муху сейчас я медленно не спеша ну что поделать время займет много так что готовьте себе паусичи интересным кому интересен этот предмет и медленно мы будем смотреть какие материалы что мы будем применять как устроена эта муха в принципе ничего сложного нету все это мы сейчас разложим по полочкам уважаемые ну что давайте будем двигаться что нам для этого нужно для этого нам нужен крючок как видим что связано на на крючке с прямым цевьем здесь имеется вот такой вот граненый шарик как на дискотеках на который направляется лучше там сробоскопа к примеру он там крутится и ну все такое я уже не знаю как это сейчас на дискотеках уже давно туда не ходил ну примерно так какие у нас еще есть мухи которые мне прислали видим что это вязаться на крючке с напайкой да то есть это говорит что по сути дела вяжется на мормышке да то есть у меня как бы крючков с напайкой нету но они уважаемые продаются в любых магазинах и в интернет магазинах связаны там с материалом для нахиста для нахлыста и муховязания сейчас какие хочешь кружки с напайками продаются это все можно купить ну так как у меня нет крючка спать с напайкой и суть дела технологии вязания не меняется что на крючке с напайкой что без крючка с напайкой то мы будем вязать на простых крючках вот дальше они вот видите вот тоже с напайкой вот перо применено другого цвета муха да вот выглядит она так вот мне даже нарисовали как это все и показали что вот желательно цвет у них там на этой речке где ребята ловят самый такой модный самый такой ловчий самый клевый ну и соответственно я не являясь энтомологом и их теологом но идентифицирую это как веснянку вот видите я даже специально для ребят подобрал такой вот цвет видеть есть два таких основных оттеночка да что-то похоже да я думаю вот да так видите он даже специально подобрал свой самодельный даппинг я вам рассказывал в своих видео как его добыть из обыкновенной шерстяной нитки вот и мы будем делать всяких разных цветов и чуть-чуть отдалимся от этой технологии по которой связано это муха потому что вариантов вязания бесчисленное множество это все зависит от того сколько вы приняли на грудь что вы пили и что вы курили то есть одну муху сейчас можно модернизировать связать ну я не знаю как начинаю об этом думать меня же голова кружится начинает то есть фантазии неограниченные так что если кто-то говорит что вот ее вязать нужно только так и именно никак это конечно все неправда все это творчество фантазийная у кого на что то есть я тут ничего не беру с ни с кем спорить ничего судить то есть муха вязание это одно сплошное творчество нужно отметить большими буквами творчество а творчество у всех уважаемое разное ну и давайте что нам для этого нужно для этого нужен нам крючок с прямым цевьем для примера я возьму вот такой вот крючок самым цевьем я хотел даже взять побольше размером вот я приготовил гамакацию видите у них более длинная целью чтобы было более наглядно как бы ну не в этом суть все таки а потом взял такой чуть чуть поменьше чтобы более менее размеры сопоставлялись да и конечно это у нас крючки фирмы камасан но это неважно я просто как бы сказать к сведению показал дальше что вот это вот так называемая напайка дробинка вот как мы говорим это в принципе на по сути дела не муха это по сути дела как бы мормышка с обвязанным крючком да по сути дела она дело отвес ну когда так как у меня крючков с напайками мормышек как таковых нету то соответственно мы сейчас что-нибудь придумаем вот у меня есть видите это у меня как рабочая такая коробочка множество множество всяких шариков они есть даже флюроссенсные да что смотрите даже набирает свет да а потом темноте они уважаемые будут светиться не знают а вот смотрите волшебный шарик он уже начинает видите светится после того когда наброшу свет можно вставить его можно вставить их какие угодно они круглые там полукруглые сферические вольфрамовые ну вот как раз вот такой вот шарик с такими гранями как вот показан вот на это вот фотографии видите вот такой вот шарик он такой граненый сюда допустим как на дискотеках раньше было падает лучше старбоскопа шарик крутится и своими гранями отражают по всему залу вот эти зайчик это видите у меня такой шарик тоже есть тоже он граненый тоже он видите такой весь на своих гранях отражает светом чисто вольфрамовый ну и думаю наверное мы и и воспользуемся чтобы как бы с имитировать вот это вот но судя по всему здесь этот шарик видите ушка у нас нету да это скорее всего даже напайка в такой виде формы а если это напайка то она вряд ли она будет вольфрамовая а соответственно и вес ее как мормышки будет меньше все знают что зимой рыба клюет на более мелкие приманки на более мелкие мормышки на более мелкие мухи но если нужно течение а муха маленькая то есть нужно как-то ее увеличить ее удельный вес то соответственно вот эти вот все шарики их желательно применять вольфрамовые вот соответственно мы будем применять настоящий такой граненый шарик именно вольфрамовый который имеет большой вес в отличие от свинца там или припоя и в принципе если мы еще захочем эту муху утяжелить мы можем еще воспользоваться свинцовой проволокой или обыкновенным припоем припустует намного дешевле можем чего-то все обмотать это тоже я приготовил допинг я подобрал именно по цвет данной мухи вот примерно как то так тут свет конечно падает но это действительно примерно такой свет цвета честно скажу он у нас на дальнем востоке тоже очень работает такома такая гамма цветов ну видим бородки на хвосте это вот из такого вот пера окраски гризли как его называют отсюда мы тоже возьмем бородочки сделаем хвостик этой мухи да и теперь вот это вот перо вот это вот перо это тоже перо из скальпа или седла петуха тоже от цвет вот этот такой белый черный называется краска гризли не обязательно это может быть белая может быть красная зеленая вот именно такое чередование да это вот именно называется гризли вот из него мы тоже свяжем вот это вот но и мы видим что не на всех мухах это перо именно такое вот например на это оно такое видно что она обрезана ножницами типа стриженная почему это возникает к этому моменту тоже уважаемые вернемся и мы его рассмотрим для этого я приготовил вот такие вот обыкновенная перья из накидки петуха настоящего дикого когда я приезжал домой в отпуск бабушка шла в курятник брала своего бойцовского мощного петуха смотрим как огонь приносила его в руках потому что большинство куриц домашних это выкормыши они спокойно своей хозяйке даются в руки она приносила его домой и чтобы петуху не было больно чтобы их не вырывать с накидки да ну грубо говоря седла со скальпом в деревне это называется накидка у петуха да я их просто ноженками обрезал и вот видите таких пирожков у меня достаточно много то есть я безболезненно вот от стриг у этого бабушкина петуха вот таких вот домашних перьев вот как раз вот здесь вот потому что перо вот это вот видите она намного гости длинные да если связать вот так вот таким образом то муха будет такая лохматая будет одни перья перья а вот именно вот это гризли это совсем другой петуху давайте вам покажу откуда это все делается это берется вот из таких вот все дел видите вот мы видим какое-то перо узкое и длинное в природе уважаемые таких вот видите петухов вот этот настоящий петух этот уже как бы в природе их не существует это специальные выведенные геномы генным образом там каким-то мутированные эти петухи и растят их их специально для того чтобы вязать из них уважаемые использовать их не перья именно для мух и такое седло до или подобный скальп такой гризли стоит очень очень больших денег и хорошего качества начинает стартовать даже в районе от 50 100 и до 200 долларов да то есть как мы видим муха становится недешевой ну а так как я все-таки позиционирую как бы стать это муховязание из подручных средств то соответственно вот видите я и ведь взял обыкновенного домашнего петуха потому что все таки домашние петухи они более всем доступны и каждый может достать это по сути дела перо домашнего петуха чем допустим покупать за автам седло там или скальп вот монтажную нить мы можем использовать самодельную как я показываю злослановой нитки из цветной можно распускать любого цвета нужные монтажные нити и соответственно монтажную нить конечно лучше использовать такого же цвета каким основным цветом будет сама муха сам допинг вот форму подложки мухи мы будем делать из обыкновенной черстяной нитки которая уже распущена из которой добывается допинг это я вам показывал как обыкновенная вот такая вот ниточка шерстяная она распускается на два на три слоя и получается такая вот вот в принципе что получается вроде как я все вам огласил грубо говоря из каких материалов это мы все будем делать в принципе материалы средства все народные вот и соответственно сейчас мы будем это делать так чтобы еще хотелось уважаемые отметить видим что мушка у нас все-таки это является нимфой да видим что она в принципе является как бы связанная как на крючке как с напайка как мормышка и можно ее отнести к разряда нимфу соответственно то есть ну это мушка мормышка там как угодно то обвязанная там мормышка или еще как ну и соответственно более опытные скажем так муховязальщики если можно так назвать то соответственно найдут соответственно какие-то недостатки в этом вязании скажу что вот эта муха связана неправильно а почему неправильно да потому что вот это вот, скажем так, перо, которое взято из седла там петуха или из кальпа, да, вот, из такого вот, сразу же скажут, оно применяется только в сухих мошках. Но тут надо учесть момент, а кто же, уважаемые судьи, покажите мне у нас в России, где какие, или в мире, где какие есть институты, высшее учебное заведение, где сидят академики, профессора, которые там изучают это там с помощью высших математик, какие там должны быть углы атаки, какие там технологические карты, паспорта вязания, там технологии на каждую мушку. Соответственно, этого, увы, ничего нет. А значит, каждый вяжет то, как хочет, а так как я говорю, это творчество, о, тогда все понятно под этим словом. Творчество. Ну, а кто же судьи? А судьи, самое главное, это уважаемая рыба. И скажу так, если эта муха ловит, и по мнению авторитетных специалистов, связана она неправильно, но вот она ловит, значит, судьей является рыба, а значит, пусть оно, они свое глубоко уважаемое мнение могут себе запихать в какое-нибудь место, потому что рыба это воспринимает, рыба это есть, эта муха является успешной и уловистой. А значит, пофигу, из каких материалов и как она связана, если она ловит, значит, она хорошая, качественная, классная муха. Рыба лучший судья, уважаемая. Вот таким вот. Ну вот, уважаемая, началась съемка с двух камер и поехали. Берем крючок, берем вот такую же головку, как у нас на картинке, только вольфрамовую настоящую, одеваем на крючок и закрепляем это все уважаемое в тисках. Вот. Что нам делать дальше? Дальше мы берем монтажную нить интересующего нас цвета и закрепляем ее на цевье крючка. Как это делать, все уже знают. Закрепили, ставим в нужное положение нашу вольфрамовую головку и чтобы она у нас не крутилась, мы ее чуть-чуть тоже как бы поджимаем к ушку крючка. Вот. Все легко и просто. дальше нам нужно сформировать уважаемое тело так сказать мухи, если можно выразиться так. То есть что? То есть сделать ее как бы сказать форму, придать здесь наплыв, здесь наплыв, здесь, то есть где тоньше, где тоньше. А здесь мы видим как в оригинале на картинке, как мне прислали фотографию, она сделана в виде морковки под конус. Значит будем делать ее уважаемое под конус. ну и чтобы много, это все можно конечно форму сделать и с помощью монтажной нити, но очень много нитки будет потрачено. От этого мы берем распущенную шерстяную нить, закрепляем ее на крючке, да, и с помощью ее, уважаемой, мы, как бы сказать, формируем тело мухи в виде морковки, то есть делаем его как бы сказать под конус. Честно сказать, к этому мухови вязанию, да, этой мухи я, уважаемая, даже и не готовился. от этого делаю все с первого раза, как вы видите, безо всяких там проб и подготовок. Вот, сделали форму, как мы видим, под конус. Думаю, во все камеры это все прекрасно видно, так как я люблю работать с лезвиями, то нитку шерстяную распущенную, из которой мы формировали тело, я просто обрезаю лезвиями. Вот, вот что у нас получилось. Так, что дальше? Дальше нам нужно сделать хвостик. Видим, на данной мухе хвостик у нас сделан из бородок вот этого петуха гризли. Вот, но как все-таки есть один маленький нюансик, все-таки муха вяжется прям с загибом, да, и если посмотреть, то вяжется она будет прямо от изгиба, да, а хвостик стоит у нас как бы повыше, да, значит, мы будем вязать как в оригинале. Конечно, я так не вяжу прям до самого середины изгиба кружка, уважаемая, да, но нам же нужно как бы симитировать оригинал, значит, будем делать как оригинал. вот тут в принципе сразу же встает много вариантов. В принципе, вот все тело этой мухи, как мы видим, ее можно уже связать вот из этого, из этой, как бы сказать, пряди, да, распущенной шерстяной нитки и прямо сверху уже пустить перо и муха будет уже рабочей и будет очень легко и просто связана, да, все, вот можно уже сейчас поверху пускать перо и, грубо говоря, все, она будет уже ловить, вот уже конусно создано, все, но в принципе, еще мы видим на фотографии, она еще поклывается и лаком, но вот лаком я, кстати, мухи не покрываю, потому что лак вонючий и все-таки рыба, она как бы, конечно, он высыхает и может не оставлять какого-то запаха, да, определенные виды лаков, но все равно муха становится какой-то жестковатой с этим лаком, грубоватой, я много видео делаю съемки под видео, видео под водой, видео, какариус муху хватает, как он ее выплевает, от этого ему все-таки что-то мягенькое, что-то более натуральное такое надо, да, ну и, соответственно, мы доводим монтажную нить до самого изгиба, откуда мы начнем вязать, вот, видим, да, как на фотографии, и, соответственно, мы теперь наносим даппинг на нитку, то сделаем обыкновенную даппинговую нить, вот, для данной мухи, так как она сверху будет перетянута пером, то монтажную, вернее, на монтажную нить, даппинговую нить, можно сделать всего однослойную, вот таким вот образом, просто берем, ну, вот это, кстати, все с опытом придет, для чего я вам рассказывал, что монтажная нить желательно такого же цвета, что когда вот будет делаться подобного рода даппинговая нить, да, тут вот как раз вот именно и будет видно, что если нитка будет другого цвета, то она будет как бы просвечивать, будет выделяться, да, чтобы такого не происходило, лучше монтажную нить в данной ситуации подобрать, ну, видите, как она ровно наносится, но это все приходит с опытом, и здесь нам много монтажной нити не надо, потому что нам нужно будет еще делать хвостик, и начинаем в один слой с половины загиба начинать провязку, вот, видите, начинаем, вот, и теперь мы будем делать, наверное, с этого момента теперь мы будем делать хвостик, вот, данную монтажную нить мы, уважаемые, прерываем, да, отводим в сторонку, и теперь мы берем бородки, пера, вот, как это сделано в оригинале на фотографии, берем вот эти вот бородки, выщипываем их с этого пера, хоп, видим, вот они образовали такой своеобразный хвостик, теперь мы этот хвостик закрепляем на самой мухе, видите, вот таким образом мы закрепили хвостик, вот он, видите, и можем его еще даже чуть-чуть и приподнять вверх, то есть, каким образом, поднимаем сам хвостик и делаем как бы один виток под него, да, как бы раз, чик, как бы чуть-чуть так покрасивее стоял, можно несколько витков это сделать, вот, излишки, мы этого, пюрышка, можно отрезать лезвием, или можно отрезать вот эти вот излишки, соответственно, сейчас покажу, какие именно, возьму пинцетом, чтобы было понятно, я отрежу ножницами, остального мы выкидываем уважаемое в мусор, ну и дальше теперь мы, вот, видите, что получается у нас, не знаю, как вообще снимать экшн-камера в такой близи, что она фокусирует, честно скажу, первый раз я снимаю, не знаю, получится ли вообще видеосъемка, и теперь мы продолжаем нашу даппинговую нить, вот, и теперь, мы, а, теперь, теперь еще не теперь, делаем несколько витков, да, и теперь мы начинаем крепить необходимое нам перо, которое пойдет по кругу всей мухи, вот, уважаемые, наши пёрышка, вот, именно вот она где-то начинается вот отсюда, да, судя по фотографии, соответственно, вот, мы начинаем его закреплять тоже вот с этого момента, вот, закрепляем, уважаемые, вот, видите, да, вот наша пёрышка закреплена, которая будет у нас обматывать муху, да, и дальше мы продолжаем делать мушку, обматывая нашей даппинговой нить, вот, закончился даппинговая нить, дальше мы продолжаем, уважаемые, дальше мы продолжаем, наносим её и продолжаем дальнейшее формирование тела, тела данной мушки, так, опять у нас даппинговая не закончилась, вот, можно посмотреть, как эта вся картина происходит, вот, попку, вот эту, конечно, можно было сделать и другого цвета, да, которая ниже, вот этого самого хвостика, но нам вот именно нужно повторить уважаемый оригинал, так что, вот, как бы, мы делаем, как оно есть, а так вот, говорю, творчество нужно сделать, как угодно, главное, чтобы это нравилось рыбе, рыба лучший судья, вот такие вот дела, для надежности мы вот можем, где у нас, именно еще прокручивать рукой, да, и, чтобы потушки потуже была, вот видите, я берусь пальцами за саму монтажную нить и вот прям наматываю так, чтобы была более лучшая скрутка, да, и муха более четко садилась, видим мы тело сформировали, вот, при желании его можно распушить, можно этот даппинг не распушать, то есть, можно лишнее, где у нас, что, неровненько для эстетичного вида, там, убрать, подщипать, да, то есть, все, что угодно, вот, и теперь, что нам осталось, теперь, вот нам после этого, ну, здесь, конечно, у меня крючок с более длинным цемьем, чем на, в оригинале, на фотографии, но это не важно, просто вот у меня, как бы, ну, нету просто таких крючков, вот, что теперь поделать, нету крючков таких, и теперь мы начинаем делать наморку пером с определенным шагом к основанию головки мухи, вот. Дальше мы теперь это все закрепляем, и можно наблюдать, что вот такая муха у нас получилась, вот, в зависимости от того, каким мы подберем перо, да, высота вот этих хвостов будет выше или меньше, да, но видим на фотографии, что вот именно муха, она не просто с этими хвостами, она еще подстрижена, да, то есть, вот, да, то есть, сейчас нам осталось сделать узел, как это все делать, я вам показывал в уроках по муховязанию, да, от этого наша задача сейчас сделать узел, сто лет уже узлы не вязал, забыл, как вязать, уважаемое, страшное дело, затягиваем, и видите, натягиваем узел, и, ох, прям с таким звуком, чик, с натяжкой, все это обрезаем, вот такая получилась муха, но муха получилась у нас чуть-чуть не такая, там у нас подстрижен, сами вот толстя пера, и видим, что подстрижены они тоже как бы именно больше, если смотреть на фотографию с верхней части, и как бы чуть-чуть под конус, так что мы сейчас тоже исполним то же самое, чуть-чуть их подстрижем, тоже чуть-чуть под конус, да, как это сделано там, вот, с боков мы это сейчас тоже так же исполним, ну, я говорю, можно как бы подобрать и с более меньшими остями, да, пера, вот, например, вот такое вот, да, видим, остя как бы более меньше, да, можно в принципе и не подстригать, вот, ну, эта муха у меня, конечно, получилось более пышней, более жирней, потому что качество пера намного выше, чем то, которое она видела, да, ну, тем не менее, можно это все и проредить, и подстричь, и привести к оригиналу, вот, видите, более чаще витки, более они жирнее, это можно сейчас, мы лишние устья можем просто пинцетом выщипать, чтобы она тоже так, достаточно скудно смотрелась, похоже на оригинал, да, вот, это дело, ну, вот, ну, вот уже что-то, да, более-менее, вот, вот, наверное, похоже, нет, я думаю, практически, да, только здесь еще эта муха покрыта лаком, я муху лаком не покрываю, видим, что вот она, воду эти, которая стриженная осья, вот, вот, мужики, вот таким вот образом вяжется эта муха безо всяких напрягов, вот, ну, и, соответственно, монтажную нить мы закрепляем лаком, ну, что, вот она, получилась вот такая вот муха, как с картинки, ну, что, можно рассмотреть еще и другие виды мушек, давайте сейчас прервемся и рассмотрим, как связать еще другие виды подобных мушек, и, они, о, мы, мы, Редактор субтитров А.Семкин